Вкусная семья гурманы! Сегодня у нас азербайджанская национальная кухня. Будем готовить буг-лома. Нам понадобится голень и ягненка. Можно использовать любую часть баранины. Курдзючный жир. Овощное великолепие. Болгарский перец, перец чили. Лук, пимон, помидор. Укроп, кинза. И перец горошком. Готовить это великолепие я буду в глиняной кастрюле. А вы можете в обычный с толстым дном. Для начала порежем лук кольцами. Отправляем лук в кастрюлю. Делаем из лука подушечку для мяса. Затем нарезаем тоненько курдзючный жир. Выкладываем на лук. Половинку оставляем. Она нам еще понадобится. Чтобы буг-лома раскрыла свой яркий вкус, по 2 минуты буквально с каждой стороны жарим глину. Этот секрет мне раскрыл с ковар в шипи. Смотрите, какие они получились румяные. Буквально 2 минуты. Теперь всю эту красоту выкладываем на подушку из лука и курдюка. Сверху выкладываем остатки лука. Я забыла вначале показать. Нам понадобится 2 зубчика чеснока. Я их вот так вот порезала. И чабрец. Буквально щепоточку. У меня на очереди чили-перец. Это уже зависит от вас. Насколько вы любите острое. Болгарский перчик. Я взяла цветные. Для красоты вы можете одним зеленым перцем болгарским обойтись. Красный перец. Он мясистый. Он отдаст свой сок мясу. И все это великолепие отправляем к мясу. Распределяем. На очереди помидор. Снимаем кожицу. Если вам тяжело очистить помидор, можете его ошпарить кипяченой водой. Его тоже режем кольцами. Помидоры тоже отправляем к мясу. Распределяем красиво. Нам нужен сок половины лимона. Выжимаем. Помните, я оставляла курдюк. Вот сейчас он нам понадобится. Вот так вот расставляем вдоль краев кастрюли. Мы на финишной прямой. Теперь нам понадобится несколько горошин перца. Приблизительно 5-6 штук достаточно. Посолите. И чашечку горячей воды. Плотно накрываем крышкой. И ставим на огонь на полтора часа. Оставшись полчаса до готовности, нарезаем глины. Добавляем его к мясу. Ох, какие тут ароматы. И накрываем. Наша буглама готова. Теперь я вам расскажу, как его красиво подать и с чем-нибудь вкуснее поесть. Нам понадобится пиала. Кефир с чесноком. А теперь самое главное. Забыла про фольгу. Она нам понадобится. Чтоб ее было удобнее держать. Вот так вот. Вот так. Кладем ее в пиалу. Посмотрите, какая у нас аппетитная ножка. Теперь немного овощей. Бульончика. Вот так вот красиво его подают. Кто хочет, может его поесть с кефиром и чесноком. Можно и так. Ну и, конечно же, куда же без тандера. Без хлеба тандер нашего любимого. Можно еще вот так вот сервировать. Хочу вам показать мясо. Посмотрите, какое оно наваристое, что оно просто отходит от кости. Опа! И обвалился. Представляете, какое оно получилось сочное и вкусное. А вы не забывайте подписываться и пролайкать. А я к вам еще вернусь с чем-нибудь интересненьким. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok